Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На недавнем ток-шоу провели внеплановый приход новичков. Вадим Уфимцев из Красноярска, он пришел к Лилии Четрару. Он настроен разбить пару Лилии и Захарьяша. Анна Копчикова из города Советска Калининградской области пришла к Виталию Малышеву. Девушке 19 лет, она считает себя веселой, позитивной и харизматичной. Она уверена, что завоюет Виталия и сможет увезти его у Юлианы Богомоловой. Никита Шалюков из Красноярска пришел к Марине Африкантовой. Ему 26 лет. Он занимается спортом, пишет сценарии, считает себя артистом и юмористом. Захарьяш настолько беспокоится о самочувствии Лилии Четрару, что даже обратился к ее хирургу. Он узнавал, когда же, наконец, им можно заниматься волшебством. Специалист разрешил, но посоветовал не трогать недавно прооперированную грудь и не запрокидывать голову. Сергей, который недавно сам был против пластических операций Лилии, сейчас сам об этом задумался. Он хочет сделать себе коррекцию ушей. Мария Кахно тоже планирует очередную пластику. Девушка пишет, через месяц планирую сделать новый нос. Ко мне почему-то никто не идет, но я не теряю надежды и думаю, что в связи с изменениями в моей внешности, мужчины ко мне все-таки будут идти. Похоже, что у Кати Жужи, которая недавно разорвала отношения с Олегом Винником, появился новый возлюбленный. Она написала в своем микроблоге «Все бы было идеально, если бы ты сейчас был рядом со мной». В недавнем эфире стали известны грязные подробности о прошлом Лизы Триантофелиде. Стас Дегтяренко озвучил ее тайну. Если верить ему, то у Лизы была когда-то грязная работенка в Дубае. Теперь она всеми силами пытается это скрыть. Ольга Орлова поддержала Лизу и других матерей кукушек. В разговоре с Лерой Фрост, которая осудила Триантофелиде за то, что за периметром она бросила ребенка, Орлова приняла сторону последней. Ольга убеждена, что именно так живет большая часть страны. И ничего страшного в этом нет. Вика Боня, которая блистала нарядами на красной дорожке Каннского кинофестиваля, попала в список самых нелепо одетых знаменитостей. Журналисты и критики отчитали ее за небесно-голубое платье, состоящее из кружев и перьев. Само по себе платье не такое уж и безвкусное. Проблема в том, что Канны предполагают более строгий подход к дресс-коду. В сети появилось откровенное признание некой девушки из окружения Димы Тарасовой и Ольги Бузовой, которая рассказала о причине их развода. Якобы у Бузовой было бесплодие из-за проблем со здоровьем, но лечиться она не спешила. Главным для себя Бузова посчитала карьеру, за что в итоге и поплатилась уходом Тарасова к другой. Бывшая участница Дома-2 Руслана Мишина стала Мисс Русь 2017. Поздравляем Руслану! На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.